друзья всем привет в этом видео я расскажу вам такой вот небольшой лайфхак можно сказать как сделать лестницу начнем с того что я нахожусь сейчас на объекте где делаю ремонт и меня вот тут попросили в общем сделать лестницу из некрасивых ступенек вот они вот тут некрасивые ступеньки 1 2 3 они все разных размеров и нужно было заказчику сделать так чтобы все ступеньки были одинаковые и на одной высоте и при том еще все это было по уровню ну так же здесь везде нужно еще положить плитку и в этой комнате и вот здесь вот на входе и вон там тоже так в общем долго ломал голову как из чего начать потому что привязаться к какой-нибудь стене к этой которая обшита блокхаусом или вот к этой тоже обшиты блокхаусом просто было нереально что они обе были относительно друг другу не параллельны ну то есть как-то привязаться дело 90 градусов с одной стороны то получается другой стороны у нас было бы уже не 90 градусов в общем короче я поломал голову и решил привязаться просто к этой к первой ступени то есть сначала мы конечно все это залили сделали первую ступень основание он тут еще даже чуть-чуть маяк торчит сделали основание уже от этого основания я начал двигаться дальше то есть ступень я уже делал только после того как мы сделали площадку потому что если делать наоборот то тут уже непонятно было на какую высоту взлетела бы эта площадка но тут можно было очень много заливать но чтобы как бы компенсировать минимизировать эти расходы залили мы сначала в первую ступень основая этот площадку и уже от нее пошел я стартовать ступени в общем привязался к первой ступени плитка у нас вон там она в углу стоит она 40 на 40 позже покажу как она выглядит в общем на 40 сантиметров начал отодвигать каждую ступень использовал я для этих целей гипсокартон 12 половины влагостойки кнопки профиля профиля тут жидкие а в общем что было на этом объекте из того или пил где-то он даже он он название канал виднеется это гипсокартон в общем лепил из того что было так потому что заказчик хотел сделать это как можно дешевле то есть минимум расходов материала для того чтобы делать этой ступени вот вот таким вот образом я сгородил данную конструкцию в общем использовал профиля тут круче так 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 скрутил так все все выходы то есть вот этот все вертикальный горизонтальную уровень все соблюдал проверял с помощью лазера dexter вон он там находится то есть каждый уровень я задавал отдельно а ступенька у меня в общем длиной 40 сантиметров высотой 18 оптимальный вариант и хорошую для хорошего шага так установил маяки для того чтобы заливать ступени вровень и в уровень и он там еще одна ступень и вот там еще один маяк тоже для того чтобы залить ступени а кстати он первая ступень она прямо ровно подошла под тот профиль то есть там вот как раз соответствующая высота это все уже получилось у меня исходя из моих расчетов расчета говорить я не буду потому что это очень долго просто вот сейчас я хочу показать вот такой вот небольшой процесс заливки то есть процесс монтажа каркаса для ступени а потом уже все вот это будем облицовывать плиткой керамогранитом как я говорил вон тема который стоит сейчас в углу и уже в оконцовке или следующем видео я вам покажу по окончательный результат вот так вот выглядит готовый вариант залитых ступеней здесь остался у нас гипсокартон который на который будет приклеиваться потом плитка здесь у нас стяжка здесь гипсокартон также стяжка стяжка и тут наверху тоже стяжка в общем вот на это все будет потом укладываться плитка керамогранит вот он тут стоит у меня его я буду укладывать на эту ступенью ну а также дальше туда он в комнату здесь коридоре в общем концовке покажу как это будет все выглядит а пока вид у данной конструкции вот такой ну уже все практически все это застыло то есть стоять на нем можно ходить можно ступени широкие удобные то есть можно спокойно встать в полную ногу даже маленьким детям тоже будет удобно перешагивать потому что высота всего 18 сантиметров и вот так вот спокойно передвигаться по этой лестнице а позже покажу что у меня в итоге с этой лестницей получилось и так продолжается работа по изготовлению лестницы все у нас здесь cps застыл все загрунтовал площадка ступени то есть все подготовлено для того чтобы сюда начать угла у ложить и этот керамогранит вот он кстати стоит здесь керамо рации так сейчас в общем грунтовка у меня подсохнет и начнем с укладки на верхнюю часть то есть сейчас я начну сначала с площадки было же площадку сколько смогу и потом уже постепенно пойду по ступеням и уже на следующий день то есть завтра я уже буду делать вот эти вот подступенники и на переход между горизонтальной и подна то есть и ступень и подступенником я туда установлю алюминиевый уголок закругленный почему это буду делать а все потому что когда человек заходит в помещение снимает ботинки здесь идет уже дальше босыми ногами и когда вот бывает такое что просто спотыкается человек и вот на этом остром углу очень неприятно босыми ногами просто больно будет ну а такого закругленный уголок он естественно сгладит этот момент и будет не так это чувствоваться в общем вот так вот выглядит сейчас ступеньки вот таком вот виде данную часть я не стал уже обрабатывать ну там уже просто плиточным клеем я подгоню под ступенник а сюда уже под гребеночку просто приклею ну и вот в этом месте тоже потом придется уже на слой небольшой на клей по уровню выкладывать не стал эту часть заливать потому что тут ну чуть больше квадратного метра поэтому можно будет просто выложить на плиточный клей слоем так это один такой момент я думаю все равно найдутся пессимисты которые посчитают что со временем вот этот листы гипсокартона могут отслоиться от от бетонной ступени для тех кто сомневается в этом тот может просто дюпель гвоздями закрепить данный гипсокартон к ступени и уже с помощью этих дюпелей это этот лист гипсокартона будет уже плотно держаться на ступеньке но в моем случае я вот по периметру все это прокрутил саморезами а нижняя часть у меня вы просто залито тоже прокручено саморезами и залито бетоном вот этим цпсом так что переживать за то что она отойдет я не буду так как все у меня уже зафиксировано намертво вот так вот начал укладку выложил верхнюю площадку первую площадку сначала выложил все целые плитки и потом уже на следующий день я буду делать подрезки по периметру выставил лазер центр вот есть отметки это центр лестничного проема также вон на той лестнице тоже отметил центр выставил лазер отметил на плитке центр плитки и в общем с целой плитки начиная пошел по краям чтобы здесь и здесь была подрезка если делать шов по центру то получается с одной стороны у нас там маленький подрез будет а с этой стороны будет немножко побольше поэтому чтобы этого избежать я сделал целую плитку по центру и уже по краям будет у меня рез практически одинаковый одинакового размера далее обязательно сравнял две комнаты в одну плоскость чтобы шов у нас совпадал так в этом месте у нас будет небольшой скос потому что эти комнаты находятся на разных уровнях это сделано было для того чтобы здесь сделать уровень ниже для того чтобы можно было плиткой подойти прям под дверь так ну и слишком много тут не заливать потому что чем выше здесь уровень тем выше получались бы ступеньки и в общем пришлось бы делать еще одну дополнительную ступень для того чтобы выровнять все это все ступени в один уровень и сделать более комфортную ходьбу по этим ступеням ну так как вас специально занизили этот уровень и теперь на ступени идут одного уровня одного размера и здесь такая вот осталась небольшая площадка для того чтобы можно было там снимать обувь так ну что ж вот лазер у меня стоит он стреляет сейчас шов и этот же шов повторяется у меня и здесь и также вот у меня стоит 10 2 лазер он мне показывает центр центр в общем лестничного проема ну теперь выложил площадку и перехожу сейчас к укладке этого керамогранита на ступени буду укладывать по 3 целых кафеля и уже на следующий день сделаю подрезки с этой стороны и с этой стороны на площадку уже буду делать после того как завершится полностью вот этот верхняя часть и ступени пока все используем уголки алюминиевые для того чтобы здесь вот угол который у нас получится при примыкании двух плит плиток был плавный и глаз эти уголки у нас алюминиевые жесткие прочные так что если на них наступить ногой с ними ничего не произойдет использовать пластмассовые уголки в этом случае не целесообразно так как при давлении на эти уголки на пластмассовые то они могут просто поломаться алюминиевые уголки они выдержат любой вес но в пределах разумного конечно и тем самым еще сгладят и декорируют вот этот переход между вертикальной и горизонтальной плиткой и и Субтитры сделал DimaTorzok